Повернись. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 444. Событие дня. 2 Коринфянам 3.17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. За 28 февраля 2016 года. Это за вчерашний день. Ну и дальше объявление наше об общее молитве. Вот посчитайте здесь. Тормозите и посмотрите. Вот. Интересно. Вчера кто-то зашел на наш один ролик. Он называется вот так. Проповедник Игла. Это Игнатий Лапкин. Л с большой буквы. Стихотворение Рогова Владимира Егоровича. Ну вот оно где. Есть. Вот если можете зарядить в Ютубе просто проповедник Игла, стихотворение Рогова. Это название взято оттуда. Ну и одна вчера зашла и пишет. Алена Сазинова. Самое лучшее видео в мире пишет. Это она назвала. Самое лучшее в мире. Вот это. Я тогда так посмотрел. Самое ценное здесь. Даже не сам ролик, а комментарий, который я выставил. Комментарии. Обязательно посмотрите, просчитайте. Вопросы многие отойдут. Дальше. Сколько просмотров? 200 тысяч 777. Дальше. Самый полный материал на все посты, на все дни года. Вот где нужно. Кто хочет о всех святых постах в Церкви Христовой. Это с нашего форума. Вот оно где. К истинному православию книга. Вот оно где. Это тоже о посте. Страница 120. Рахиль Загидулина пишет. Спасибо большое за заботу. Я вчера вместе с вами канун отстояло. От непривычки ноги болят. Ходить больно. Но я стараюсь. Слава Христу, поклон вам. Вот так. Так. Подлинная духовная жизнь. Иерей Алексеев Самсонов. Это студия такая. Называли себя Благовест. И там сидят они. Говорят о духовности. А про меня. Про меня. Они уже не знают что сказать. Но их задействовал на этом кто-то. И вот это их. Ну просто я показываю. Там тоже я выставил некоторые комментарии к ним туда. Мне косточки промывают. Уже не один раз они там собираются. Какая же это духовность-то? Да вам ли говорить обо мне. Когда вам священникам уже приговор вынесен. Вы приговоренные. И сидит измывается надо мной. А мне нужды нет. Я в это время снег с крыши скидывал. Вышел на улицу. Ну ты-то сидишь там где-то и говоришь. Слова неподтвержденные. Лживые. Повторяю. Никогда такой низкий рейтинг не был у церкви. Иоанн Златоуст говорит. Большая часть священников погибает. Вас вот четверо там есть. Пополам это по два. Больше. Трое в аду будете уже. Согласно слов Иоанна Златоуста. А Серафим Саровский молится о священниках-архиереях. Настольная книга священнослужителей. Третий том. 601 страница. Три дня и три ночи убивается. Не о царе, которого расстреляют. А о вас. И ни одного нет спасенного. Бог говорит. Отверг я их. Трепетесь сидите. А Библию в руки не берете. Зачем ты залез в этот сан? Трепло. Ни греха, ничего не боишься. И один перед другим измывается. И там этот Ракин стоит. Рак пятится. Ничего не знает. Говорят. Ну такие глупости. Даже слушать нечего. Вот зарядили они. Там где-то в Ютубе или в Гугле. Как. Ну что такое духовность. Это пост. Молитва. Слова эти зарядили. Они выставили что? Буддисты, монахи. А потом Лапкин. И сразу. Ой, а почему это в одну строку? Вас оттуда не занесли. Это вам приговор. Что вы не относитесь. И каноны все нарушают. Дудин сидит там, дует свою дуду. Что каноны не нужны, устарели. Безумные слова говорят. И будет же над вами расправа. Опять полетите с колоколем вниз головами. Ничего не научились? Ответьте на вопрос. За что Бог уничтожил все православие? 200 тысяч священников и монахов в России только. Ничего не понимают. Только Бог отнял разум. И ролик за роликом против меня говорят. Нам нету нужды никакой нету. И тот там с этой спеллодепией там в лук. Душителя с Куратова очевидно. И вот они изгаляются. А меня нету там. Нету. Вы не про меня говорите-то. Вы про себя это говорите. Обернись на себя к ума. Прежде чем судить. В зеркало-то посмотри. Не я отвечаю за пасту. Вы отвечаете. И какой у меня здесь пол. И как у меня в обстановке. Да про меня чего не говорить-то. 6700 роликов. А вас-то нигде только сидите здесь в студии. Вас нигде не видно. Ни в семье не видно. Ни на работе. Ни в беседах. Нигде вас нету. Ну вот сиди что-то. Ну сидеть-то может и чур как красиво выглядеть. Наряди на нее шапку надень-то. И вот не знаю что сказать. Но гляжу маленечко начал затихать Самсонов. Алексей. Потише маленько. А больше всех издевается этот Ракин. И ну и конечно совершенно безумные. Сумасшедшие. Бесноватые слова. Говорит этот Скуратовский. Хулит. И там хулит безобразно. И они сидят и слушают это свое. Почему ему уста поганой не закроете? Ну сказали. Подожди маленько. Мы ни разу не встречались с человеком. Олега. Отца Олега Стеняева про меня спрашивают. Да совсем недавно. Что вы можете сказать о Лапкине? Он прямо необыкновенно продуктивный. Успешный миссионер. Но я знал это еще до перестройки. А теперь я не знаю не встречался. Вот и ответ. Ответ-то какой? Дальше Александр Эст пишет. Миром Игнатий Тихонович. Я читаю вас на сайте ответы на интересующие вопросы и к истинному православию. И мне хочется это начитать в аудиоформате МП3. А может потом и видео сделать и выложить в интернет. Если вы дадите согласие, то и буду записывать во спасение душ и во славу Божию. Дальше. Каждый день новые и новые помощники делает. Александр какой-то сейчас есть ролики выставляет на другие. Тащит везде ресурсы. Что? Я отвечаю. Бог да благословит вас. Только ничего не изменяйте. Не добавляйте, делая все с добрым намерением. Все. Кто-то пишет. Игнать Тихонович, вы уж простите меня, где что не так. Я отвечаю. Да я и не имею ничего непрощенного на кого-то. И меня простите. Я уже говорил об этом, еще она считает. А она отвечает. Спаси Христос. Вы ведь знаете, что как отца своего, или как скорее дедушку, люблю вас и Надежду Васильевну. Вы вдвоем открыли мне православие. Люблю с открытыми глазами. Знаю, что мы все несовершенны. Но потому и люблю. Вчера один вышел на меня. Мы побеседовали немного. Я ему обличение дал. Ну, просто нужно было сказать. Он сразу же ответил. Другой бы он там взгомозился, а этот Ишка хорошо ответил. Спасибо вам огромное за наставление. Советы, обличение, поддержку и полезную информацию. Буду над собой работать. Ну и дальше. Вот это понятно. Теперь показать наши ресурсы. Вот первое. Это люблю я очень мой мир. Как он выглядит. Вот он как. Тут я в шапке. Есть другие страницы. Там тоже в моем мире модераторы сделали контрольные. Ну, а здесь вот. Сколько у нас здесь фотографий? 17 971. Видео? Видео 5334. Это наше. 5 тысяч. Понимаете? Что же мне не брать-то? Фотографии 17 тысяч. А почему вы мной занимаетесь? А не я вами. Потому что у меня весь день занятый. Занятый. Отвечать на вопросы. Пойти работать. А у вас нечем заняться. Паства распущенная. Против порядка в храме. Что у нас видят и над всем изгаляются. Если бы со стороны кто-то пришел, посмотрел, скажет, а что это за такие люди? Почему они над всем издеваются? То у них что-то есть. Ничего у них нету. Нету. Пустота. Вашими прихожанами тюрьмы забиты. Дурдомы забиты. 85% разводов. А они надо мной изгаляются. Вам за них отвечать не мне. Одумайтесь. Поспешите. Я вам и зачем буду заниматься. Я вижу просто оголтелые своры нападают и ничего не знают. Вот форум какой у нас есть. Православный форум. Смотрите внимательно. Здесь 1600 тем. Что интересно, в последние дни у меня всегда держалось 350 человек. Ну, 350 это для нас, когда мы ничтожные, незнатные. Ну, а вот сколько последние дни? Вот сегодня, то есть вчера пришло 759. Ну, то есть это в два раза больше обычного. Даже больше. Почему, не знаю. Кто-то где-то что-то распространяет. Но 750 человек, я их за день-то не увижу. Вот форум. Это сказать, YouTube. Сколько у нас подписчиков уже? 6336. Открой глаза. Я смотрю, я читаю. Глаза не закрыл. 5 506 521 просмотра. Вот видите, что-то есть. Средства массовой информации нас занесли. Каждый день я выставляю 5-6 роликов. Это не маленькие ролики. Полчаса. Сейчас 10, уже час 40. Вот. Полчаса. Это уже два с лишним. Ну, и тут час 18. Даже смотреть за день, это надо много времени потратить. А у нас это свободно выходит. Во всех направлениях. Дальше. У нас самый большой ресурс. Это во свете Библии православный библейский сайт. Покажи. И самое ценное в нем, это вот ответы, вопросы по темам. Вот 55 папок. Сейчас мы разбираем суды. Вот суды. Я судился много. И вот теперь все суды выиграны. Вот что самое-то главное. Один суд, 11 лет шел. Конфискованное у меня было. И наконец порешили. Вот где я нахожусь сейчас, два дома. Ну, в честь выигранного процесса. А хотя заплатили одну двухсотую часть. Вопросы все под номерами. Что значит под номерами? Ну, в какой книге есть книг обратно брал я. Вот я открыл. Теперь Ctrl-A заактивировал. Ctrl-S. Скопировал. И сразу ухожу на Word-овскую страницу. Вставляю Ctrl-V. Опять Ctrl-A. Заактивировать. И увеличить до 20. Ну и 20-й шрифт. Считаем. Вопрос 2715. 12-й том открытым оком. Когда вас судили, то были ли экспертизы по вашим материалам? Что они там нашли? Ответ. В моем деле было задействовано 12 кандидатов в наук по разным городам. Это чего-то стоит? И ничего они не нашли. Что было бы мне сегодня в стыд? Пселом 15-6. Межимые прошли по прекрасным местам. И наследие мое приятно для меня. Вот. Послушай, что сделал Господь. Вот отрывок одного такого эксперта. Исследовали мои письма и пленки катушки. Кавычки открытые. Исполнители предлагают программу общины. Оздоровление и упрека имени святого Иоанна Златоуста. Которую приводим с незначительными сокращениями. Цель оздоровления церкви. Община. Часть православной церкви. Община видит следующие недостатки из-за своеобразного положения РПЦ в нашей стране. Первое. Упадок христианского благочестия. Второе. Замкнутость религиозной жизни в церковных стенах. Третье. Извращение внутрицерковной жизни. Четыре. Нарушение закона о положении церкви. Пять. Забвение. Основной задачей церкви проповедовать всем языкам. Пятое. Приспособленчество. Забвение слов Христа не может служить двум господам. Это шестое. Я не знаю где дальше. Так я и не... Седьмое. Считайте. Вот. Что означает по словам Иоанна Затауста? Ну считай. Задача общины. Задача общины. Подъем христианской нравственности своих членов и всех верующих, и всего населения. Повышение сознательности веры широкого христианского исповедания. То есть они говорят, меня за что судят? Или на суде экспертизы. Они говорят, вот эти вопросы, оказывается, другие уже разбирают-то. Дальше. Проповедь смелая, горячая, не взирающая на лица. Обличение внутрицерковных нестроений, а также нарушение законов о положении церкви и правах верующих. Каноническая основа общества. Слова святого Иоанна Затауста. Кавычки открыты. Если епископ не находится среди своего стада, чтобы руководствовать, пусть овцы сами возьмут на себя обязанность пасторе. Ох как. Девиз общины. Свобода действий каждого члена и одновременное единство всех. Община делится на мелкие общины. Каждый принимает свою программу действий. Так. Авторы сознают противоправный характер своего произведения и заранее стремятся создать себе орел мучеников. Мы, открывающие вам эту тайну, хорошо понимаем, что ждет нас. Поэтому призываем молитесь за нас. Зачитывается перечень православных святых. Далее рассказывается о последних годах жизни киевского митрополита Владимира. Говорится о гражданской войне на Украине. Красное знамя революции повсюду, где появится, влечит за собой потоки неповинной человеческой крови, произвол, а также разрушение святыни храмов Божьих. То есть, что у меня в пленках найдено и как это рассматривается? И что они ставят теперь в вину мне? В подробностях описываются обыски священнослужителей и повальный грабеж. А также убийство митрополита Владимира заканчивается медицинским заключением осмотра тела убитого. Далее следует рассказ о петроградском митрополите Вениамине. Это в моих пленках все это называется христианство 20 века. Трагедия церкви. Это мне в вину поставлены, эксперты говорят, о чем там на пленках написано. Который, по мнению автора, желал передать церковное имущество в фонд помощи голодающим. А большевики, московский центр, предали его суду по сабрикованному обвинению по отстрекательстве к беспорядкам, возникшим в связи с изъятием церковных ценностей. Запись насыщена всевозможными отступлениями нравоучительного и поминального характера, а также выдержками из Библии и ссылками на нее. То есть они говорят, когда я говорю об этом, у меня везде эпиграфы взяты, суду-то некогда слушать пленки. Они должны сказать, о чем там написано. Им они верят. А вы согласны, что написали? Конечно. Кто это пишет? Так, Воеводин, старший преподаватель кафедры философии Красноярского государственного пединститута. То есть я в Барнауле нахожусь, сижу в тюрьме, а в разных городах они нашли таких людей, которые связаны с религией. Вот так. И они следуют. Написано. Не троньте меня, отступитесь, ревнители тлена. Мной брошенный вызов, богатство уже не мое. Мой брошенный вызов, богатство уже не мое. Другие его подхватили не в праздник успения. Пасхальные гимны уже благовестие поет. Вот. Не троньте, прошу, отступитесь и скройтесь. Разве не видите? Миссию еще исполняю. Напрасно лелеете тысячелетий коросты. Вы к перелету негодны, а только предсмертно линяете. Птицы линяют. Старые перья переходим в вечность. А они только линяют. Не троньте, прошу, отступитесь и скройтесь. Это я пишу. Дальше. Девиз мой, что слово и живо, и действенно. Я помогаю вживлять стимулятор на сердце. Епископом гордым, и это нормально, естественно. Чтоб агнца вкушали не с кислым, а с пресным. Не троньте, не видите, как я для вас же стараюсь. Питье еду, угорая от вашего чада готовлю. Не в дебре пустынникам строится трасса, но в порт на апостольский сейнер на ловлю. Не мерьте поповским продымленным горе аршинам. По Библии вечно сверяйте дела и поступки. Избудется слово не то, как в синоде решили. Канонизации вашей не в вечности только на сутки. Не поздно вам вникнуть в себя и в ученье, не в книге статлевших монахов пустынных, а в слово небесного Абы, великого, честного. На проповедь мрачно не шли с человеческим сыном. Когда отойду, непокорство и верность рассудят. Кому и как много отсыпал хулы и хвалы. Апостолом некогда был и предатель Иуда, но слово Христа посылается к добрым и к злым. Известно мне стало, как Рьяна епископ клянет. Меня, мои книги и тех, кто со мной заодно. На их конференциях, форумах каркает зло воронье. Как вовремя Лот покидает МПшный Содом. Прочитай еще раз этот куплет. Я в тюрьме сижу, и для меня пришло известно. Известно мне стало, как Рьяна епископ клянет. Меня, мои книги и тех, кто со мной заодно. На их конференциях, форумах каркает зло воронье. Как вовремя Лот покидает МПшный Содом. Так, дальше. Приняйте к словам Иисуса. Целуйте. Не толстые корки, закованные тысячи лет. Прислушайтесь вы к воркованию небесной голубки. Быть может, воскреснет хотя бы один из подрядских скелет. Вот еще раз прочитай куплет этот. Это находка. Здесь каждое слово находка. Приняйте к словам Иисуса. Целуйте. Не толстые корки, закованные в тысячи лет. То есть, Евангелие заковано. Прислушайтесь вы. К воркованию небесной голубки. Быть может, воскреснет хотя бы один из подрядских скелет. Это я к ним пишу. Вот на меня говорят. Вот он сказал, сказал. Кто дал право. Право дает мне из Икииля 3.18. Если я не буду вас обречать, безумные поступки людей. Священство. Бог с меня это взыщет. Мне это положено. О, вы себя пророком считаете. Считать не надо. Написано. Ревнуйте о дарах пророческих. Считайте первое послание к Коринфянам. Ревнуйте. А вы не то не ревнуете, а глушите его. Глушите. Оделись в эти ряски. Предатели-отступники. Так, о чем речь идет? Не знаю. Все, все, тоже. Экспертиза. Хорошо, без ошибок пиши. Вот тобой не пережито. Мне это напоминает следующее. Когда я работал в лагере строго режимном. То показывали там кино. Володя. Ну, там смотрят иногда кино. Ну, я приходил в зону и смотрел тоже кино. И вот там идет генерал, едет к родителям, видно, и с ним идет сын. Идут полем. А он где-то здесь воевал, видимо. И показано, как танки. Как он горит в танке. Он командир был. Он все это видит. А этот идет, потом уливается такой толстогубый, толстый пацан. Ну, лет ему 12, 11. Ну, такой недовольный. То есть это разно. Вот ты не пережил, не знаешь. И когда пришел, а они в нем души не чаят. Какой он у них внучек-то. А кем бы ты хотел стать? Он. Прокурором. А глядят на заключенные. А почему прокурором? Да потому, что ни за что не отвечать. Вот как. Считаем. Как грохнули смеяться заключенные. Опрос 2719. 12 том открытым оком. Говорят, что когда вы судились с коммунистом, оболгавшим вас, то суд затребовал на вас характеристики. И каковы же они? Вот, которые на меня нападают, там это томское гнездо, как змеюшник какой сидят. Да если бы я на них здесь подам, мне охота связывается. Я в пух и прах разнес бы их. Господь. Они ни одного слова не могут подтверждать. А я не должен доказывать, что я лучше, чем о них говорят-то. Они должны доказать. Они ничего не докажут. Что где-то я что-то сделал, проще. Я судился, знаю. Они, как у нас в народе, говорят, штаны наложат все, когда их на суд потянут. Но я уж не трогаю их. Знаю, что учить их печально. Ответ. Ответ. Безбожный партийный идеолог в своем опыте фальсифицировал небывшее. Что я хулиганил, врывался в школу и проповедовал, отстранив учительницу. Я подал на него в суд. А ответчики все как один, всегда идут совершенно ложным путем. Им нужно принести покаяние, и дело было бы прикрыто. Или уж стараться доказать, что было дело так, как они выдумали. Но они начинают копать под меня, что где я когда-то был плохой. Значит, и в этом случае был хуже некуда. То есть тогда, когда они меня знали, до уверования, он говорит, он и тогда меня не знал, не видел, а теперь оттуда берет. Суд затребовал отзывы о моей деятельности. Затребовал? Где я нахожусь дальше? Так, крестово-здвиженское общение города Барнаула. В производстве железнодорожного районного суда в городе Барнаула находится гражданское дело по иску Лапкина Игнатия Тихоновича Морозову о защите чести и достоинства деловой репутации. А он был секретарь по идеологии Мамотовского района. Написал книгу «Полюшка-Поле». Все и залгал. Никогда не был по Теряевке, а я входил в класс, а класс три ученика врывался, отталкивал, так чтобы проверить, что я учительницу не отталкивал. Я там и не был никогда в этой школе-то, теперь. И сына ее нашли, она-то уже умерла. А он доктор исторических наук Саша. Завалишин, кажется, теперь фамилия его как-то там еще такая. И он говорит, да что вы, наша мать уважаемый человек был, да Игнатия бы отталкивал, да никогда этого не могло бы. Даже гипотетически не могло быть. Считаем дальше. Так, в связи с необходимостью по настоящему делу, прошу предоставить характеристику отзыв о работе и деятельности Лапкина Игнатия Тихоновича. Кто говорит это? Это судья Прилипченко, 30 декабря 2004 года. Такой же запрос был сделан и в Потеряевскую общину, и в университет. Я и вел занятия. Отзывы деятельности Лапкина Игнатия Тихоновича. Кавычки открыты. Мы жители поселка Потеряевка, знакомы с Игнатием Лапкиным не понаслышке, по его делам. Благодаря этому человеку многие из нас обрели веру в Бога. В университетах ходили, слушали, а потом переехали. По инициативе Игнатия Тихоновича и его брата-отца Иакима Лапкина в 1991 году было начато восстановление поселка Потеряевка. Это единственная деревня, которая возродилась из 350 разрушенных в 70-е годы 20-го столетия деревень в Алтайском крае во время безумной политики коммунистической партии. На сегодняшний день в поселке проживает 57 человек. Есть неполная средняя школа, фельдшерский пункт, храм. Недалеко от поселка каждое лето действует православный детский трудовой лагерь «Стан», начальником и основателем которого является Игнатий Тихонович Лапкин. В лагере дети учатся любить Бога и Родину, любить труд, учатся помогать ближним, уважать старших родителей, учителей. Игнатий Лапкин – проповедник, наставник, учитель. Он обладает огромным знанием Библии, учений святых отцов. Этот глубоко верующий, духовно богатый человек, имея неукротимую энергию, огромную работоспособность, отличную память, умение интересного и доходчивого донести до слушателей Слово Божие, привел к вере большое количество людей, в чем, конечно же, его большая заслуга. Он неукоснительно требовательный к себе и к другим, невзирая на лица и чины. Самый главный принцип его жизни – любить Бога и ближнего. Учит настроить свою жизнь не на вымыслах человеческих, а на исполнении заповедей Божьих. Сам отвержен, всегда готов прийти на помощь советам и делам. Любому делу отдает всего себя полностью, без остатка. Не терпим к тому, что делается не по совести. Никогда не пройдет мимо и не промолчит, если видит, что брат или сестра во Христе поступает не по совести. Вся его деятельность направлена на возрождение, созидание нашего поселка и России. За последние три года Игнатий Тихонович выпустил 18 книг духовного содержания. Мы, живущие с ним рядом, с радостью участвуем во всех его делах и начинаниях. Отзыв одобрен на собрании деревенской общины и принят единогласно. Протокол номер 33 от 5.01.2005 года. Староставцы общины Барабаш Игорь Александрович. Характеристика отзыв на деятельность Лапкина Игнатия Тихоновича. Родился в многодетной верующей семье, многодетной верующей семье, 10 детей. С детства был воспитан в послушании у родителей и в страхе Божьем. Лишь в 22 года у него появилась в руках Библия Слово Божие. И с тех пор, вот уже 42 года, он проповедует о Господе людям. В своей жизни он показывает нам пример, как нужно жить согласно Слову Божию, чтобы наследовать Царствие Божие. Он постоянно занимается исследованием Слова Божия, читает, перечитывает, конспектирует и размышляет над ним. Человек с непростой биографией, много повидавший, прошедший через горнила испытаний жизни. Психиатрия, тюремное заключение, публичную травлю через средства массовой информации за свою искреннюю веру в Бога и проповедь Его Слова. Человек весьма одаренный и плодовитый в своих талантах, чему и свидетельство множество людей, обращенных через него к Богу, жизнь которых совершенно изменилась от убийцы до искреннего христианина, от коммуниста до священника. И этих примеров сотни. Для обращения человека к Богу нужны многие таланты, и они у него есть. Вероятно, не будет ошибочным сказать, что он единственный во всем мире человек среди православных верующих, который имеет официальное, подтвержденное документальное благословение митрополита Виталия на деятельность православного проповедника. Работая сторожем, строителем, пищником, он в совершенстве, насколько возможно, человеку овладел Словом Божьим и не раз повергал в изумление профессоров и академиков широту энциклопедических знаний. Вот уже 13 лет Игнатий Тихонович бесплатно ведет занятия в АГТУ по изучению Библии на основании толкования святых отцов в православной церкви. Алтайский государственный технический университет. 21 тысяча студентов из 18 государств. Аудиторию ему представляет сам ректор университета академик Евстигнеев. Владимир Васильевич. С которым Игнатия Тихоновича давние дружеские взаимоуважительные отношения. Ну как вот, представьте, я сижу в прихожей, а случайно дверь приоткрылась, он меня увидел, у него огромный кабинет, и там профессора, академики сидят. Он сразу выйдет из-за стола, меня заводит к ним, обнимет и поцелует, и скажет, я преклоняюсь перед этим человеком. Это не моя оценка, они ждут. Вот эти характеристики, это не я себе даю. Они на этом потом говорят. Дальше. Игнатий Тихонович великолепный проповедник. Его речь отличается глубиной мысли. Правдивостью он изобилует хорошо и к месту подобранными метафорами. И умело использует юмор, а также эпитеты и сравнения. Притягательные силы его красноречию и придут библейские выражения и цитаты. Игнатий Тихонович прекрасно ориентируется и часто цитирует не только местописание, но и труды учителей церкви. Наряду с этим любит приводить по памяти стихи, отрывки произведений русских и зарубежных классиков, что говорит о прекрасной памяти, здравом уме, ясности его мысли и о широком кругозоре. Его лекции всегда самобытны и эмоциональны, насыщены яркими примерами из собственной жизни, умеют красочно и образно и доходчиво для каждого слушателя объяснить непонятные места священного писания. Его проповеди исполнены милосердие и всепрощение, любви и добра. Они всегда нацелены на совершение личного подвига веры каждого слушателя. вносит призывный и высоко патриотичный характер и воплощает абсолютную истину. Отвечает на множество вопросов, не выбирая их. Не старается угодить ответам кому бы то ни было, но всегда говорит правду в лицо, какой бы страшной она ни была. Он не превозносится над нами, но желает, чтобы мы были единодушны и тверды в вере. В 70-е годы он насчитывал и распространял духовную литературу на магнитофонных катушках общей длительностью звучания 2500 часов. Библия полностью, 12 томов житий святых, 12 томов Иоанна Златоуста, добротолюбия, архипелаг ГУЛАГ, материалы о масонстве и многое другое, за что дважды арестовывался, но и в темницу он проповедовал и не изменял Господу. До слова Божия нет уз. После падения СССР полностью реабилитирован и получил на частичную компенсацию за конфискованные материалы и книги. По всей стране секты пополняются за счет православных, а у него наоборот. Баптисты, Менониты и другие обращаются к православию, становятся священниками, благочинными. Где только не проповедовал Игнатий Тихонович, вел цикл передач по радио в прессе, в воинских частях, в тюрьме были 10 лет, в школах, в больницах, в школе милиции, в летном училище. Человек целеустремленный, напористый, пробивной, умеет быстро заводить знакомства, налаживать связи, великолепный психолог, проницателен, в чем сказывается большой опыт работы с людьми. Игнатий Тихонович обладает всеми качествами лидера. Самоотверженность, избранному делу, упорство в властяжении целей, инициативность, коммуникабельность, находчивость и активность. Хороший организатор, сумевший объединить верующих людей в две общины, в Барнауле и деревенскую поселке Потеряевка. Совместно со своим братом, отцом и Акимом, возродили родную деревню Потеряевку практически на пустом месте. Долго и упорно добивались статуса своей малой родине. Землю, электричество, телефон, школу, а главное объединили верующих людей, желающих там поселиться и трудиться. Сейчас там есть церковь, добротные дома, школа. И все это за какие-то 13 лет. Является старостой, крестерстом Адвиженской общины в городе Барнауле. И здесь особенно ярко он проявляет себя, как ревнитель чистоты церковной. Порядок здесь важнее всего. К священнику он требователен, как и к прихожанам, чтобы все было по слову Божию, чтобы не было отклонений от канонов, от устава. Здесь создал свой необычный микроклимат одну большую семью, общий устав. Лапкин. Человек очень высокой организации, чрезвычайно требователен, и прежде всего к себе справедлив, мудрый, рассудителен, очень проницателен, нетерпим, что касается небрежности, халатности и беспечности. Тонгий психолог, умеет чувствовать человека, является основателем и много лет бессменным начальником лагеря Стана в деревне Потеряевка. Главное воспитание детей и послушание родителям, труд и, конечно, познавание Бога. Уже 31 год ведет летнее воспитание от их детей и их близких родственников. В этом лагере дети научаются основам православного вероучения, им прививается любовь к священному писанию Библии, к людям и к природе, культивируется добросовестное отношение к самообслуживанию и другим трудовым навыкам. Все это характеризует Игнатия Тихоновича как человека глубоко верующего, грамотного, доброго наставника, педагога-воспитателя, хорошо знает детскую душу, имеет огромный опыт работы с детьми, организовал детский лагерь, потому что убежден, что все доброе необходимо закладывать человека с детства. Лагерь стоит ему много усилий, так как помощников мало, их каждый год нужно находить снова и снова, искать спонсоров, находить средства для содержания детей, более половины которых содержатся в лагере бесплатно. Бескорыстен ищет награды только от Бога, поэтому не жалеть ни сил, ни времени, чтобы не только обеспечить лагерь всем необходимым, но и защитить его от нападок, от безбожника всех мастей. Атрояно от СЭС получает не средства на содержание, а инструкции и требования. Огромная работоспособность, то есть ни секунды не быть без дела, и с молитвой к Господу делает в его жизни настоящие чудеса. За последние три с половиной года он описал 18 книг духовного содержания, 12 тысяч страниц общий объем, в которых изложил в свои мысли многотрудной проповеднической деятельности. Это не просто книги для полки, это книги, помогающие обрести уверенность в жизни и, главное, показывающие на Спасителя Иисуса Христа и Его Слово Евангелие, как на единственный источник жизни человека. Книги выставлены и в интернете. Человек, любящий свой народ, он ведет евангельское христианское просвещение российского народа. А также людей ближнего и дальнего зарубежья через интернет. Может строго обличить. Некоторые обижаются, но говорит он не от себя, а по Библии и на примерах святых мужей и самого Христа. Многие четко понимают свои проступки, грехи и стремятся быть лучше. Обличение не все выносят, и поэтому случайные люди обычно уходят из общины, из круга его общения. В быту неприхотлив, бывает неаккуратен, но любит, чтобы вещь знала свое место, в чем сказывается постоянство его натуры. В еде и одежды скромен до невозможности, никогда не опаздывает. Требовательный к себе и к другим, в результате чего бывает трудно с ним ужиться, но всегда справедлив, вспыльчив, но отходчив, характер мягкий, юморной, он не изобилует богатством, а живет скромно, имеет лишь пропитание и одежду, без роскоши и излишеств, добрый советник и деликатный сосед, педантичен, пунктуален в словах и делах, воздержан во всем и даже скуп, доводил свой сон до двух с половиной часов в сутки, никогда не дает от ослабления своей плоти, а пребывает в труде, в учении, не злобив, не обидчив, легко прощает, но перед напором неприкрытой наглости бывает небеззащитен и раним, как ребенок, каждый свой шаг, каждое слово стеряется словом Божьим, Игнатий Тихонович надежный друг и товарищ, друзьям не изменяет, хотя друзья не раз превращались во врагов, но он всех их сердечно прощает, личных обид не помнит, не мстит, но за истинную веру бьется до конца и спуска никому не дает, он также любит животных, у него есть три голубятни с прекрасными птицами и он сам за ними ухаживает, держит их на радость и детей, и взрослых, погрязших в суете жизни, любит природу и с удовольствием о ней рассказывает, прежде держал и дрессировал собак, его интересные взгляды на жизнь побудили режиссера Малашина Юэн, Новосибирская студия документальных фильмов, снят фильм о жизни людей, перестроечной России, где главным героем избран Игнатий Тихонович Лапкин. Жизнь подвижника создает вокруг него атмосферу и атмосферу неприятия, зависти и клеветы. Ему часто приходится оправдываться вплоть до государственного суда, но не для утверждения своих амбиций, а ради истины, церкви и вне находящихся близких ему людей. обязательный, дело всегда доводит до конца, не терпит праздности, лени, легкомыслия, забывчивости, неравнодушен никому ни к чему, через призму Евангелия ему до всего и сделала человека, церкви, государства. Его жизнь это подвижничество, скромное и повседневное. 26-12-24 года на общем собрании было объявлено, чтобы желающие написали отзыв о деятельности старостой общины Игнатия Тихоновича Лапкина. Через неделю 15 человек подали свои отзывы Дмуха Надежда, которая и объединила их, исключая повторы в один отзыв, характеристику, которая была зачитана перед общим собранием. Написали Дмуха, Дыбунов, Зубрицкая, Михайлова, Жолнирова, Москова, Никитина, Конечникова, Полюгуева, Приходько, Силина, Тарасова, Третьяков, Чернявская, Яковлев. Отзыв одобрен на собрание коррестово-движенской общины и принят единогласно. Протокол номер 32 от 7.01-2005 года до 14.01-2005 год секретарь общины Дыбунова Марина Геннадьевна Министерство образования. То есть пишут, суд затребовал деревню, общину, это суд, это в суд, это не просто так, и из университета, где я вел занятия. Дальше, теперь министерство пишет. Министерство образования и науки Российской Федерации, Алтайский государственный и технический университет имени Ползунова. 050. Дальше, телефоны, факсы, куда? Железнодорожный районный суд города Барнула, судье Перелипченко, отзыв на общественную деятельность Лапкина Игнатия Тихоныча. Короче, открытка. Игнатия Тихоныча Лапкина знает с осени 93-го года, когда переехал жить в Барнаул и был принят на работу проректором по учебной работе в ЛГТУ. Он обратился ко мне, чтобы продлить разрешение на проведение в одной из аудиторий университета ежедневных занятий по изучению Библии на условиях аренды. В течение месяца я ознакомился со всеми аспектами деятельности Игнатия Тихоныча Лапкина многочисленными отзывами о нем практика его общественной деятельности и дал согласие. Затем периодически на протяжении что интересно он как-то относился понятно незнакомый человек ну какая кто может за вас там поручиться прокурор края это уже судья краевой ну это уже законодательное собрание ну уж хватили я говорю я отовсюду принесу характеристики теперь приношу характеристики во главе которой стоит КПРФ вообще нет и они дадут самые блестящие характеристики дальше Затем периодически на протяжении 11 лет осуществлял контроль за использованием аудитории по приглашению Игната Тихоновича Лапкина участвовал в мероприятиях по презентации его книг в дискуссиях в беседах не являясь верующим тем не менее я проявлял интерес Игната Тихоновича Лапкина как к личности к его обширному печатному творчеству многочисленным и порой противоречивым выступлениям СМИ о нем и самое главное к его многогранной практической деятельности Лапкин человек огромный а в сфере религиозной догматики энциклопедической эрудиции позволяющего в течение многих лет быть духовным наставником для определенной группы православных а также активно выходить за ее пределы распространяя свои убеждения он активно сотрудничает с повименитыми царными учреждениями на Алтае отправляя религиозные нужды православных находящихся в тюремном заключении преодолевая бесконечные организационные и хозяйственные заботы на протяжении многих лет обеспечивал функционирование православной общины и летнего детского лагеря при ней в поселке Потеряевка Мамутовского района Алтайского края что написать прежде он побыл у нас в общине здесь сфотографирован пришел сюда где мы сидим в основе жизни общины труд разумный аскетизм с моралью и нравственностью предписываемыми священными писания и не выходящими за рамки принятыми нашим обществом очень важно что Игнат Тихоновичу не присущ религиозный экстремизм он достигает целей исключительно убеждением уважительным отношением к инакомыслящим и это при том что он имеет твердое убеждение практически по всем жизненно важным вопросам человеческого бытия для меня как педагога лакмусовой бумажкой добропорядочности человека является его отношение к детям в своих произведениях и прежде всего в четырехтомнике открытым оком Лапкин подробно излагает вопросы воспитания детей простым и доходшим языком проповедник на ненавязчиво прививает детям любовь к земле к живой природе обосновывает необходимость бережения на земле самого ценного минерала воды предостерегает от пагубного воздействия на организм табака спиртных напитков в своих исканиях правды справедливости и закона Игнат Тихонович Лапкин смело решительно и упорно противостоит как отдельным личностям так и властным структурам именно эти качества позволили ему в конечном счете реализовать свои замыслы хотя и в ограниченной но вполне конкретной сфере он восстановил исчезнувшее село потеряевку добился своей реабилитации после несправедливого осуждения и даже частичной компенсации ущерба накопил обработал и систематизировал в печатных трудах и в электронном виде значительное количество исторической информации воспитал единомышленников и последователей являясь представителем зарубежной русской православной церкви и как правило не находил поддержки со стороны иерархов российских церковных структур но жизнь показала что и в этой сфере ожидаются определенные подвижки к объединению ветви Единой Русской Православной Церкви в том числе благодаря усилиям президента Российской Федерации резюмира изложенная считая что Игнатий Дихоныч Лапкин в своей общественной деятельности строго следует законам РФ он и его община исповедуют официально признанное религиозное учение в своих практических шагах они достигают определенных позитивных результатов проректор по учебной работе Алтайского государственного технического университета заслуженный деятель науки РФ профессор Российской Федерации профессор Борис Васильевич Семкин с 7 0 1 25 года притчи 27 2 пусть хвалит тебя другой а не уста твои чужой а не язык твой мы в промежутке между чем то двух не только выбор доброго и злого зависит все от взмаха наших рук от интонации от настроения слога исходной точкой рай или эдем конечная есть вечность царства света мы в промежутке как бы между двух стен после грехопадения находимся мы в клетке в раю согласие во всем в душе и в духе божественно и естественно привычная теперь мы находимся на кухне недостающие к столу усердно пишем но после страшного суда настанет мир бессмертие гармония довольства между двух обителей настроили квартир в которых ссоримся ища земную пользу в раю не плакали не видели слезы не поселились стоны воздыхания не райское сегодня как призыв небесного возожаждать не охаять так сколько ж проповедника вокруг весь наш багаж страданий и смерти их не охватишь и размахом рук когда по совести и по писанию сверишь просроченные наши векселя ушедших нераскаянных упрямцев неполнотой счастья ягодки кислят чуть успокоишься и вновь большая встряска печаль и радость встреч и расставаний там в райской вечности спасенным не грозит непостоянство через возрастание меж стенами закончится транзит чтобы не было тяжелых перепадов температурного режима между речью учитесь выбирать между раем или адом сумел я убедить кого-то этой речью о чем характеристики суд характеристики в суд 49 минут хорошо немножко еще за нами стоит это про суды ты мысленно представляешь что рано или поздно ты можешь тоже попасть в суд и что у тебя будет суд обязательно затребует характеристики они как могут знать то какие характеристики на тебя напишут это не мои характеристики ты сам видишь пишут это люди три характеристики ну а другие которые я там принес я даже не стал публиковать вопрос 2728 17 страниц 12 том открытым оком вы послали текст опровержения на отступников из вашей общины какие последствия на него после этого были ответ так а почему я посылал опровержения на отступников что да ты вот сейчас который перед этим вопрос считал ты ведь не спал ну и что это здорово правда ты считал активно с разумением того что считал и что вот так пошли дальше ничего не понял ответ они выдвинули встречный иск кавычка декабре 2004 года среди членов крестовоздвиженской общины был распространен так называемый текст опровержения который истцы должны были подписать признав свою вину в распространении своих религиозных взглядов среди данной общины в данном тексте содержатся сведения несоответствующей действительности в частности превратно истолкованные в оскорбительной форме мотивы истцов каждый из истцов якобы поддался искушению от дьявола и злобе человеческой кроме того в тексте опровержения содержится утверждение что истцы причинили зло людям нравственное страдание испытываемые истцами причиненные действиями ответчика посягающие на принадлежащее им от рождения и в силу закона нематериальные блага взыскать с ответчика Лапкина Тихоныча в сумме 40 по 40 тысяч рублей каждому двое то есть это отступники которые пошли против всего что до этого у них было но и видят что они уже запутались дальше некуда суд начался тогда они встречли ист это разрешается и что они в нем пишут обязать ответчика напечатать опровержение ложных сведений кавычки я раскаиваюсь в том что оскорблял обоих ложные истолковые мотивы их деятельности что они якобы подались искушение от дьявола и злобе человеческой причиняя зло людям 17.05 это они переписывают с моего что я им предъявил счет а они теперь все это делают на меня в обратно у них ничего своего то нету вот часть моего отзыва на этот иск чтобы суд мог правильно разуметь смысл всего заявления нужно помнить что этот конфликт случился внутри крестовозвиженской общины православных христиан РПЦЗ города Барнаула они в рабочем коллективе госучреждения истцы неоднократно подчеркивают что распространение ими листовки заявления 5 декабря 2004 года среди членов крестовозвиженской общины произошло когда они были еще членами общины не будем их в этом опровергать это как раз и не послужит большим их осуждением они добровольно в письменном виде подавали заявление о допуске их к окрещению после оглашения устной подготовки ознакомления с основами христианской веры с порядками в общине наша община отличается от других тем что в ней все делается по серьезному что написано нужно обязательно выполнять поэтому подготовительной стадии готовящегося к окрещению ему дается два поручителя которые помогают ему освоить и не нарушать евангельские заповеди каноны соборов правила общины и церковную дисциплину после этого церковный совет из 10 человек и два поручителя разбирает открыто достойны ли кандидаты к окрещению или нужно еще на год продлить их подготовку срок подготовки может быть до 3 лет и даже до 5 лет это событие всегда бывает в субботу накануне крещения которое происходит в первое воскресенье после 7 июля в озере наша община не стремится выбрать количество но заботится верности Господу Иисусу Христу что происходит с веркой ее действий с Библией как каждое воскресенье после богослужения в нашей драпезной происходит общее собрание где решаются открыто вопросы общины если есть какие-то нарушения то они обязательно будут разобраны каждый может открыто по регламенту выступить если есть какое-то предложение главным базатером и нарушителем собрания всегда был такой-то так что его едва можно было усмирить и усадить на место дерзость его характерная черта когда человек нарушает внутренний порядок дисциплину заповеди Божьей ему на это укажут так оба изца стали употреблять алкогольные напитки на рабочем месте и их строго предупредили чтобы они не позорили нашу общину они ничего в суд не написали почему у них конфликта возник они пишут в юзском заявлении что в нашей стране по действующему законодательству действуют презумпции о добропорядочности человека но у церкви есть законы вне времени государственного устройства вечные евангельские законы есть библейские истины и по ним церковь руководствуется о чем и сказано в уставе общины зарегистрировано в краевом отделе юстиции пункт 5 что никак и нигде не противоречит библии согласно библии все люди грешны при зачатии и при рождении и эта склонность к злу гнетет их через темные дьявольские силы в вечное осуждение в аду с сатаной 1 Петра 5.8 трезвитесь бодрствуйте потому что противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев и еще кого поглотить в иском заявлении в исковом заявлении в исковом заявлении исковом заявлении истцы солгали умышленно уже в первой строчке что в декабре 2004 года среди членов крестовозвиженской общины был распространен так называемый текст опровержения они этого не докажут во веки веков ибо такового факта не было никогда на белом свете текст они лгут я должен это показать текст опровержения был составлен после того как истцы раздали в утреннем полумраке 5.12.04 в свои листовки став единственную цель развалить общину чего они и не скрывали тогда называя название многим убеждая в своей правоте и не скрывая даже сейчас грозясь положить всю жизнь на то чтобы нашу общину сняли с регистрации и в церкви существует такой порядок Матфея 18.15.17 если же согрешит против тебя брат твой пойди и обличи его между тобою и им одним если послушает тебя то приобрел ты брата твоего если же не послушает возьми с собой еще одного или двух дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово если же не послушает их скажи церкви а если и церкви не послушает то да будет он тебе как язычник и мытарь Ефесяна 5.11 и не участвуйте в бесплодных делах тьмы но и обличайте 1 Тимофея 5.20 согрешающих обличай перед всеми чтобы прочие страх имели я как староста был обязан обличать их разумлять здесь же было со стороны хамство дерзость такой-то бузатер такой-то в скобках я даже фамилию не указываю здесь такой-то бузатер который был он знает о ком речь идет щадя его а из-за чего бунт начался они принесли фотографии и показали что с патриархом Алексеем 2 сидит Лавр в зарубежной церкви за одним столом да разве это можно это предатели их как снесло кажется мозги снесло у них они сидят за столом совершенно нормально то есть это бузатеры в личном присутствии в лицо настоятеля Лапкина и Акима в его комнате на улице Ползунова 6.06.11.04 выкрикивал многократно присутствие Дубунова почему-то Дубунова да Игорь Владимирович вы лжете когда я их обличил за эту листовку и они не вразумились тогда был составлен текст опровержения на квартиру истцам двумя сестрами были отнесены эти тексты так и повелевает нам Евангелие но так как они ожесточились и не раскаялись то согласно слов Христа 12.12.04 они были общим собранием исключены из общины это было сделано ради порядка так как фактически они уже ушли из общины до этого дня более чем за месяц и уже яростно воевали против общины поднося нас самыми злыми словами прелюбодеями еретиками что отражено в их листовке в подданном лично истцам двумя свидетелями Петеримовой Алевтиной Пантелеевновной и Алфимовой Людмилой Степановной тексте опровержения все до единого слова соответствуют действительности истцы не согласны со словами что они поддались искушения от дьявола из обе человеческой это читать без смеха нельзя выходит что вот тут они себя и обнаружили что они были только лжебратьями и в действительности никогда нашими и не то и не были 1 Яна 2.19 они вышли от нас но не были наши если бы они были наши то остались бы с нами но не вышли и через то открылось что не все наши у нас есть утренние вечерние молитвы которые нам рекомендовано читать ежедневно это дело совести каждого человека молится он или молитвенник в руки не берет никогда дело в том что в этих молитвах ежедневно мы 38 раз просим Бога избавить нас от происков дьявола сатаны демонов бесов духа злобы 38 раз только в утренних вечерних молитвах и ни один верующий не посмеет утверждать что он не подпадает искушение дьявола ибо и в молитве отче наш о том же просим избави нас от лукавого слова эти встречаются в библии дьявол 36 раз сатана 45 раз бес 57 раз дух нечистый 24 раза и еще под многими другими названиями 3 царь 22 2 он сказал я выйду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков его господь сказал ты склонишь его и выполнишь это пойди и сделай так оба истца заявляют что до 4 декабря 2004 года до их просветления они делали все по заблуждению неверно и в этом раскаиваются это и есть что в их устах дух дьявола давно засел но у нас нет никакой уверенности что ныне этот дух вышел из них так как они на каждом шагу лгут поносят общину имения Лапкина Игнатия Тихоныча про выражение сказано мной и не причинять зло людям это просьба на будущее истцы же и здесь лгуют что говорят на 31-й своего иского заявления истцы причинили зло людям это их устами говорит сама истина хотя бы один раз то есть я говорю на будущее чтобы не причинили зло а они тогда добавляют слово и говорят уже причинили относительно письма одному истцу не следует и рассуждать это не подлинник и на нем нет моей подписи у меня вызывает некое сомнение его подлинность я чрезвычайно экономлю на принтере и письма обычно пишу от руки так старшая сестре общины Капустина Татьяне я писал написал за лето 2004 года 24 письма из них 8 авторучки 16 простым карандашом письма же к сестре с подписью по смыслу уже можно подписаться под каждым словом письма к лжебрату здесь же все соответствует истине столько злодейства сотворил в тот год он детскому лагерю стану если он получил такое письмо то лично себе находился от Богорда Барнула за 150 километров и уж никак не мог его принуждать к прочтению письма понимаешь что я показываю что если я пишу то не печатные которые они напечатали там авторучкой а остальные простым карандашом даже авторучку жалею трата если он читал это письмо то только по его обычной дерзости вот я какой-то никого не боюсь и ничего не стыжусь в ответ ли на это письмо он своей рукой чернилами 1108 он и 2 написал мир вам Игнатий Тихонович спаси вас Господь за ваш ответ камень с плеч прошу ваших молитв будьте здоровы то есть он напакостил и думал что я его отвергну а я ему написал хорошее письмо я письма это представляю судье что он лжет которое письмо они подделали и послали про другого истца в его пребывании в общине нельзя сказать ни слова белое пятно и как не поверить сказанному в письме что без наказания Бог не оставит столь безумные поступки Бог вымел дерзких истцов из общины они опустились на уровень прежней мирской жизни отреклись от всего что получили здесь начали пить на работе алкогольные напитки они же мне как духовные дети были и оба вдруг требуют высудить с меня им по 40 тысяч рублей и оба прекрасно знают что у меня пенсия тысяча три рубля сорок восемь копеек одна тысяча тысяча да и что 24-19-19-19-19-го сгорела моя квартира и почти все в ней что накоплено было за жизнь и что я после тяжелой операции чудом хожу и что мне уже 65 лет то есть надо думать что они говорили писали я просто судья ставлю то есть какая их совесть и оба семьями своими прописаны в моем доме бесплатно и жили бесплатно в моем доме когда были холостыми то есть себя показывают, кто они такие, по отношению к ним, какое. Они в моем доме когда судились, все еще прописано у меня здесь же. И я плачу за них, за прописку, за мусор, за все. Здесь не просто по пьянке писали, а вина полная одержимость бесовская, полное повращение совести ума. Даже если бы суд им это и присудил, то и тогда разве только телом ее продали бы в рабство. Для Бога нет презумпции человеческой глупости и нет презумпции Солому, Содома. То есть невином насчитается. 1 Иоанна 3,15 Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет в жизни вечную в нем пребывающий. 1 Иоанна 4,20 Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Истцы потерпели бесконечно ужасную трагедию в вере. Произошла катастрофа всей их будущности. Пали христиане. Матфея 7,27 Пали христиане, не строчи. Ты немного выиграешь этим. Шел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое. Не ветры, ну какие ветры? Ветры. Ветры. Дождь это демон, дьявол. У Библии основной книги, по которой христиане надеются спасти свой специфический язык. Бог, как автор Библии, говорит с нами без лести и передыхание, а открыто показывает, кто мы есть на самом деле. Вот только малая часть эпитетов, какими Бог наградить может каждого, кто нарушает его заповеди. Матфея 25,41 Тогда скажет и тем, которые под левую сторону, идите от меня, проклятые в огонь вечный, уготованный дьявол и ангелом его. Малахи 3,9 Проклятие вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадывайте меня. Матфея 23,33 Змии порождения ехиднины, как убежите от вы отсуждения в гиену. Исса 28,8 Ибо все столы наполнены отвратительной блювотиную, нечистого места. Исса Рахова 34,21 Хлеб нуждающихся, если жизнь бедных, отнимающего есть кровопийца. Тоже законе 22,5 На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом Твоим всякие делающиеся я. Исса 24,16 И сказал я, беда мне, беда мне, увы мне, злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейские. Матфея 23,17,19 Безумные слепые, что больше? Золото или храм, освящающий золото? Безумные слепые, что больше? Дар или жертвенник, освящающий дар? День 13,10 Апостол Павел сказал, О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совершать в прямых путей Господних? Яков 4,4 Прелюбодей, прелюбодейцы, не знайте ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу. И языки 16,25 При начале всякой дороги устроила в свои себе возвышения, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила благодеяния твои. Матфея 15,26,7,6 Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга из вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Принча 26,19 Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. 2 Петра 2,22 Но с ними случается по верной пословице Пес возвращается на свою блевотину и, вымытая свинья, идет валяться в грязи. Сафония 3,3 Князья его посреди него рыкающие львы, судьи его вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Салом 57,25 Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите сыны человеческие? Этот документ судьям я подал, чтобы они попутно что-то узнали. Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы, взлодеяние рук ваших на земле, с самого рождения отступили нечестивые, от утробой матери заблуждается, говоря ложь. Яд у них, как яд, смеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои. Мехия 3,5 Так говорит Господь. Бог на пророков, вводящих в заблуждение народу, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляет войну. Взятку не дает кто, то так и судят. Также следует остановиться на некоторых правовых аспектах, в силу которых исковые требования истцов не подлежат удовлетворению. 24 февраля 2005 года Пленум Верховного Суда РФ Федерации принял постановление номер 3 о судебной практике по делам и защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц. Это я должен показать. Дальше просчитать надо. И вот это вот только высветить. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом. Вот так. В силу пункта номер 1. Ну дальше это просчитайте, это про судебное. И теперь выделенные места можно просчитать. Можно проверить, и остаточное суждение, мнение, убеждение, которые не являются предметом судебной защиты. Порядки статистов Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку являясь выражением субъективного мнения в заглядах ответчиков не могут быть проведены на предмет соответствия их действительности. Ну и дальше места, которые здесь вот в порядке, просчитать. То есть судья это должен знать. Но я не знаю. Одно дело он будет знать закон, другое дело, когда ему еще раз напомнят. Носит оценочный характер и не может быть проверен судом на предмет соответствия действительности. Значит оно не принимается. И дальше. Судебные данные. Из государственного закона я беру, напоминаю, я должен серьезно отнестись. Они иск выдвинули, и я должен показать, как это. Отказа в удовлетворении исковых требований истцов в связи с их необоснованностью. Вот так. Притч 16.7. Когда Господу угодные пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Иеремий 15.19. Что интересно, как примиряет? Проходит, я не знаю, сколько, 4-й год, это уже 13, ну лет 7 прошло. И он одного из них, этого главного бузатера, встречает в магазине и говорит, ну и как? Он говорит, ой, еще попало, мы тогда писали и делали. Одержимость бесовская. Сам себе уже приговор, а что сейчас все-таки где-то ходят, там камнем каким-то лещатся, ну не поймешь что. Иеремий 15.19. На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценно изничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Дальше. Молюсь за здравие усопшего раба, что вовремя он съехал. Так грозился. Так грозился. Детей его пусть пощадит арба. Хочу, чтоб на постели не разлился. Молитвой молочу со всех сторон. Мешаю, путаю им мысли, злодеяния. Провеживаю их ряды, чуть тронь. Заголосят, как с голодухи спьяну. Враг ухищряется, сто полчищ окрутить. Бесовских рекрутов, наймитов кровожадных. С цепи на уськов на меня спустить. Хвосты поджавших, ошалевших шавок. Молитвы смерть и столб благословений над нашим станом светит к облакам. Что из того, что враг исходит пеной? Нас мало, каждый, кто с руки лакал. Библейские сражения вспоминаем. И с полохами плещется надежда. Уверены, что те герои с нами, они за истину, такие же, как прежде. Незаказной молебен от души. Незаказной молебен от души. Ты никак не хочешь понять, что это знак. Остановка. Незаказной молебен от души. От глубочайшей веры в справедливость мы просим, чтобы враг нас не зашиб. Бесплодным стало зло, как в климакс. Друзья хлопочут, силятся помочь. Пост объявляют строгий, чуть не в меру. Молитва общая проносится, как смерч. Исполнится просящим по вере. Молитвой небо некто заключил. Пророка Илью Ахав боялся. Прошение праведных страшнее, чем мечи. Смиряет волн неистовую ярость. О, Господи, спаси и сохрани. От тех, чьи пятки бьют сильнее слинных. Ты сам, как знаешь, глубже схорони обиды недругов под слоем жирной глины. 15-й на 3-й. Жирная глина, это вода даже не проникает через них. 15-й на 3-й. Ну, вот. Вот, всё на этом. О чём говорит? Подпишись. Суд. Требования из СОВ. Всё на этом. СОВ. Продолжение следует...